То, что у нас случилось 27 декабря на заседании Думы, конечно же, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезет. Почему? У нас уже было несколько переписок с Первой городской Думой. Я совершенно четко сформулировал ей свою позицию о том, что вообще глава подотчетен в Первой городской Думе и можно формулировать слово отчет только в трех случаях. Первое, это ежегодный отчет главы, что мы с вами все ежегодно наблюдаем, какой бы ни был мэр Вольф, Федоров, сейчас Переверзев, я уже первый раз отчитывался, о том, что мой отчет ежегодный, он в себя вбирает, то есть отчет о деятельности, так скажем, всего муниципалитета, в том числе всех органов местного самоуправления, и СТУ, и УЖКХ, и Управление образования, и всех других аспектов социально-экономической жизни муниципалитета. Поэтому здесь, конечно же, я сейчас еще по отчету своему скажу. Второй отчет, это отчет об исполнении бюджета. Он тоже существует, он прописан. Второй, это отчет о программах, но опять-таки о каких программах, об участии в программах, но другой вопрос, те, которые прошли через публичное слушание. То есть у нас вот здесь вот перечень исчерпывающей, и все остальные отчеты, о чем вот, так скажем, лоббируют большинство, некоторые депутаты в Первой райской городской думе, отчет главы о деятельности СТУ, отчет главы по детским садам, отчет и так далее, то есть дробится. Но понятно, для чего это делается, для того, чтобы, и понятно, почему хотят выслушать только главу. На мой взгляд, слово отчет здесь нельзя применять, здесь можно применять слово информирование. Сейчас, поскольку у вас повестка на руках, сейчас вот уже накануне заседания 24-го Первой райской городской думы, я ответил председателю Первой райской городской думы господину Козлову о том, что мы проинформировали по той информации, которую запрашивает Первой райская городская дума. Но что касается отчета непосредственно главы, то есть физического моего присутствия именно по этим вопросам, или физического присутствия Нины Викторовны или Гайдукова, я сформулировал свою позицию следующим образом. В конце февраля, как и в прошлом году, как только будет сдана отчетность в Минфин по исполнению бюджета, я смогу выйти и отчитаться перед депутатами Первой райской городской думы, и это будет мой ежегодный отчет. Где будет отчет, опять-таки повторяюсь, отчет о деятельности СТУ, отчет по деятельности органов местного управления, управления образования и так далее, и так далее. И поэтому сейчас разводить вот эти ненужные вопросы, и самое главное, что, на мой взгляд, это сейчас, в данный момент, это чистой воды политиканства. Чистой воды. Я не вижу смысла и не вижу какой-то практической пользы от подобного рода мероприятий, которые запланированы, в частности, на 24 января. Есть мой, еще раз повторяю, отчет главы. Я в конце февраля на очередной думе отчитаюсь перед депутатами, и пусть депутаты выставят мне оценку по моей деятельности за 2012 год. Давайте действовать согласно законодательству, такой, какой он у нас есть. И потом, так скажем, не выставляться посмешищами перед, так скажем, всеми горожанами, и в том числе и в областных средствах массовой информации, когда у нас тут из пустого в порожнее переливается. Потом, что касается отчетов. Уже неоднократно я на комитетах также слушал о том, что вот отчет по той или иной деятельности, в том числе и по детским садам, он будет признаваться неудовлетворителем. За это будет поставлена двойка. Я уже это неоднократно слышал, но понимаете, что касается критериев, и Нина Викторовна об этом говорила, и я говорю, что есть критерии оценки, допустим, по детским садам, по деятельности детских садов. Есть целевые показатели, установленные министерствами. Они выполняются. Есть целевые показатели, которые выставили мы сами себе и отчитались перед министерством. Это имеется в виду, когда мы за свои деньги вводим дополнительные места. Вот на те деньги, которые мы были способны, потому что большая часть инвестиционного бюджета города Перуальска уходит на решение именно этой первоочередной задачи. Когда же мы начинаем оперировать оценками, что мы за вот этот отчет поставим неуд или уд, тогда давайте оперировать, а что есть критерии оценки. Если критериев оценки нет, и, соответственно, мы хотим поставить эту оценку, тогда можно говорить и в некоторых аспектах и коррупционных составляющих, вот что значит двойка. Поэтому еще раз хочу вернуться все-таки, так скажем, в лоно законодательства. Есть отчет главы, я в феврале отчитаюсь.